Спасибо. Итак, коллеги, здравствуйте. Сегодня мы поговорим на не очень ординарную тему, которая касается травли. На мой взгляд, у травли есть несколько аспектов. Основные — это психологический и юридический. Целью нашего рассмотрения является именно юридический аспект. Но психологический аспект является фундирующим. Если в результате каких-то неправомерных действий третьих лиц психологически удалось вывести человека из себя, ему будет сложно удержать юридический аспект. Поэтому в самом начале мне хотелось бы сконцентрировать ваше внимание, что психологическая устойчивость, она является основной, а юридическая — она именно прикладной. Итак, не приведи Господи, но если мы столкнулись с ситуацией, что педагога травят, нам интересно знать, как от этого можно защититься, как этому можно противостоять. В интернете и везде можно найти, соответственно, какие-то разные интерпретации, что такое травля. Хотя в общем виде мы это понимаем именно как-то на внутреннем, на своем ментальном уровне. Хотя порой, может быть, и не можем уложить в какую-то красивую формулировку. Если пользоваться формулировкой, которая приводит Википедия, например, то травля — это агрессивное преследование, издевательство над одним из членов коллектива со стороны другого, или же группы лиц. Соответственно, травля может быть реализована как в аудиторном пространстве, так и в интернет-пространстве. И по общему правилу разворачивания самого процесса, то есть всегда есть агрессор, либо группа лиц, которые начинают вокруг себя формировать круг людей, которые становятся невольными участниками зачастую, так же как и в теме детского буллинга, которую мы часто обсуждаем в подростковой среде. Также есть люди, которым весело, и есть люди, которых это действительно приводит в какое-то состояние фрапирования, но при этом они не очень хотят входить именно в этот круг и являются невольными свидетелями. Например, есть статья, разработанная исследователями Высшей школы экономики, которые предположили, что в качестве установки взяли, что травля имеет довольно узкую коннотацию и жесткую, и они взяли коннотацию помягче буллингом. Хотя, если посмотреть семантику слова буллинг, если среди нас есть люди, которые владеют английским языком, они смогут более четко нам подсказать, но вообще булли – это хулиган, а, соответственно, инговое окончание добавляет совсем не мягкий контекст. Интересно это исследование было именно тем, что нам привычно обсуждать, когда жертвой буллинга является ребенок. Мы активно включаемся в процессы, мы пытаемся организовать группы, классы, в зависимости от аудитории, с кем мы работаем, тех, кто младше нас, пытаемся это предотвратить, пытаемся работать, когда ситуация буллинга уже состоялась. Но бывают такие ситуации, когда жертвой буллинга становится педагогический работник и не всегда на стороне агрессора выступают именно обучающиеся. Бывает такое, что на стороне агрессора выступают горизонтальные какие-то связи, бывают вертикально-административные связи. То есть это уже травля в корпоративной среде, от этого ни капли не легче, но при этом законные способы разворачивания процесса, они, по сути, те же самые. Каким образом педагогический работник может защититься от этого? В принципе, все. Так, ну это слайд у нас про то, что презентация у вас будет, вы посмотрите. В принципе, это такие вещи, которые везде на слуху. Очень часто разворачивается такая дискуссия, то, что все законодательство об образовании, оно развернуто таким образом, что у нас обучающийся является во главе всего. То есть, вы помните, очень много было баталий касательно того, что образование не может быть услугами. Было очень много по этому поводу криков, споров, обид и внутренних, и внешних. И, наконец-то, нас услышали. То есть, предпринят законодательный акт, который, соответственно, внесены поправки в закон об образовании. И 19 декабря, соответственно, внесены были изменения, где педагогическим работникам наконец-то прописали то, что они тоже имеют право на то, чтобы в отношении них не применялись никакие способа, методы психического, и уж тем более физического насилия. И теперь, в соответствии с статьей 47, нам даны три способа защиты своих прав. То есть, способы вы видите на слайде, они у вас останутся в презентации, и, соответственно, сейчас мы будем их рассматривать. То есть, первый способ – это направить в органы управления, организации обращение о применении к обучающимся мер дисциплинарной ответственности. На мой взгляд, это очень эффективный способ, которым зачастую мы почему-то не пользуемся. Хотя, если посмотреть внимательно закон об образовании, все способы и методы, они заложены в этом законе. Ответственность на практически любые выпады со стороны, как родителей, так и администрации, уж тем более обучающихся, всегда можно уравновесить за счет именно законной, локальной нормативной базы вашей образовательной организации. Дисциплинарная ответственность, она достаточно весома. Учитывая, что правоотношения в образовании больше складываются все-таки не на горизонтальной какой-то плоскости, а на вертикальной все-таки. Как бы там ни было, несмотря на то, что мы поддерживаем субъект-субъектные отношения, мы готовы говорить на равных, все равно учитель все-таки, преподаватель имеет несколько больше вес в образовательной системе. Но это мое субъективное мнение. Возможно, я думаю, что мое спасение в том, что в эфире могу быть только я. Многие из вас бы, наверное, об этом поспорили. В общем, первый способ, на котором я акцентирую ваше внимание, это работа именно через обращение органов управления своей организацией. На мой взгляд, это очень эффективный способ. Дальше, соответственно, все способы мы рассмотрим более подробно. Второй. Обратиться в комиссию по регулированию споров. Это внутри вашей образовательной организации. И третье. Использовать иные способы защиты своих прав. С одной стороны, это хорошо и прекрасно. С другой стороны, все вот эти способы, они и раньше существовали. То есть, для этого не требовалось каких-то поправок в наш профильный закон. То есть, все способы обращения, рассмотрения, они также регулировали законом об образовании, гражданским кодексом, если мы говорим об иных способах защиты права. Также существовали законы об информации, о защите персональных данных. На основании всего этого всегда можно было выстроить защиту. но, видать, педагогическое сообщество услышали и внесли отдельный пункт прямо именно в наш профильный закон. У меня совсем недавно сложилась такая ситуация. Я в телеграм-чате стал выяснять проблемный вопрос с одной из коллег, и она мне сослалась на то, что но в законе об образовании это не написано. На что я оппонировал то, что законом об образовании, несмотря на то, что это такой конституирующий закон, и все-таки в нем, то есть им не исчерпывается все законодательство об образовании. Законодательство достаточно широкое, большое, и в системном толковании права, соответственно, можно найти те термины, которые я обозначаю. Но все привыкли, если есть закон об образовании, соответственно, в него надо и смотреть. И теперь это и есть закон об образовании, и в принципе, нам это удобно, и мы можем ссылаться прямо на этот закон. Так давайте рассмотрим первый способ направлять обращение в органы управления, и пробовать перевести это все на дисциплинарное изыскание. Тут, наверное, стоит вернуться к тому, что я говорил в начале, касательно того, что в первую очередь все-таки должен быть именно ну, важен психологический аспект. То есть, для того, того, чтобы эффективно защищаться, соответственно, вы должны быть спокойны, несколько дистанцироваться, эмоционально не вовлекаться в этот процесс, и я понимаю, что это достаточно сложно, и когда находишься внутри такой травли, то ну, прям точно очень сложно удержаться. Но нужно делать именно так. то есть, сначала, как говорится, сначала маску на себя, потом маску на ребенка, да, то есть, сначала выстраиваемся психологически, потом начинаем думать, что с этим делать. Первонаперво стоит оценить, то есть, мы находимся действительно в ситуации травли, или же это просто конфликт. на мой взгляд, на мой взгляд, различительный признак, он достаточно прост. То есть, если это просто конфликт, то мы меняемся ролями с оппонентом, то мы являемся жертвой, то мы являемся преследователем, то нам кажется, что мы не выяснили до конца, мы начинаем агрессировать, хотя ситуация вроде бы пошла на спад. в ситуации травли все не так. Жертва никогда не может выйти из-под вот этого давления. Что рекомендую делать я? Первым делом, как это ни странно, несмотря на то, что требует закон об образовании, каждая образовательная организация разрабатывает свой пул локальных нормативных актов, которым регулируется вся внутренняя жизнь организации. Но, как правило, их почему-то никто не читает. Хотя на основании именно своей локальной нормативной базы образовательная организация способна выстроить настолько эффективную систему, в которой будет удобно и спокойно работать, предотвращать все конфликты. для всех участников. То есть, без каких-то явных, очевидных перекосов. Потому, что они не нужны. Понятно, что сфера образования, ну, наверное, одна из последних сфер, в которой люди приходят для того, чтобы самоутвердиться. Не надо ее там делать такой. Нужно изучить локальный нормативный акт своей организации. Как правило, все нормы содержатся в правилах внутреннего распорядка. И несколько статей для того, чтобы понять баланс прав и обязанностей в данной конкретной ситуации, которая раскладывается у человека в этой ситуации. То есть, понять, где и что к этой ситуации приводит. Да, потому, что нередко такое бывает, что преподаватель говорит, я подвергаюсь травле. Они это делают специально. Дальше переходят на какие-то оценочные суждения. Нелестно высказывается о других участниках образовательного процесса. Начинает очень сильно категоризировать. Когда спокойно с ним разговариваешь, начинают выясняться какие-то подробности, в которых, собственно, на первый план выходят какие-то манифестации самого преподавателя. И здесь важно находиться в достаточно критичном отношении и к себе, и к действиям других. Если вы установили, что все-таки нарушения есть, действительно есть, либо локальных нормативных актов, либо закон об образовании, надо составить обращение и направить его в органы управления. Органов управления в образовательной организации не так много. Чем больше организация, тем больше у него органов управления. Дискуссионным остается вопрос, стоит ли идти через непосредственного начальника. на мой взгляд, официально стоит идти сразу через руководителя. Очевидно, что потом ваше обращение будет спущено на нижележащий уровень, и будет рассматриваться именно на нем, на уровне операционных решений. Но официальным путем нужно обращаться именно на имя руководителя. Перед этим устно с непосредственным руководством лучше такие вопросы, конечно же, обсуждать, потому что обращение это обоюдоострый меч. Вы можете спровоцировать какие-то последствия, которые усугубят ситуацию, сделают ее более сложной для восприятия всеми участниками. Дальше вы получите ответ, и в соответствии с этим ответом вы уже, собственно, будете принимать решение, что вам нужно делать дальше. По нашему опыту общий срок обращения до 30 дней он, как правило, не выдерживается. Решение принимается более оперативно, потому что ситуация все-таки достаточно близка к чрезвычайной. В соответствии статью 47 реквизиты указаны, педагогический работник имеет право на защиту своей профессиональной чести и достоинства. естественно, это оружие, образно говоря, оружие в ваших руках, которым не надо злоупотреблять. На мой личный, на мой субъективный взгляд. То есть, так считаю только я и несколько человек моих единомышленников. Общая нервозность ситуация, она заставляет человека очень вовлекаться в этот процесс и по самому малейшему поводу подозревать какое-то нарушение своей профессиональной чести, своего достоинства. И это очень сильно мешает и в результате вызывает такое состояние в системе, когда нас перестают слышать. Именно такая ситуация, мне кажется, сложилась касательно образовательных услуг, то есть, что это не услуга. хотя, на мой взгляд, как юриста, регламентация именно образовать именно как услуг, это была очень хорошая правовая форма и с ней нужно было продолжать работать. И в результате были приняты меры, которые являются каким-то косметическими, не меняют ситуацию в корне. И я думаю, что вряд ли те, кто вчера в интернете горячо это все обсуждал, возмущался на эти вопросы, в данный момент является прям очень сильно счастлив, у него прям так все сильно изменилось в профессиональной карьере, после того, как это перестало быть услугами. соответственно, достоинства нужно удерживать всегда, но пользоваться защитой вот, нужно достаточно внимательно и аккуратно. Очень часто все обучающиеся очень хорошо помнят свои права и очень плохо помнят свои обязанности. вот, и свою ответственность. Соответственно, статья 43, если ее прочитать и спокойно да, доносить до сведения всех заинтересованных лиц, многих это очень сильно приводит чувство. Вот, это сильно помогает и часто даже не доходит до применения каких дисциплинарных мер. за исключением совсем сложных ситуаций. Второй способ обращаться с комиссией по регулированию споров. Такая комиссия должна быть у всех образовательных организаций, если я не ошибаюсь, это с 2015 года такое требование. по моему опыту во многих образовательных организациях это мертворожденный орган, он не работает, либо работает как-то прям совсем не так, как должен работать. Но все же это та конструкция, в которой очень часто удается именно урегулировать эти вопросы, урегулировать их до степени нормирования. потому что конфликт двигатель прогресса, конфликты возникают всегда и везде. Вопрос в том, как мы из этих конфликтов выходим, каким способом. То есть мы можем защищать себя, но отдельный педагогический работник не будет эффективен в своей защите, если на его сторону не встает его организация. Естественно, справедливо, не так огурено, как это делают подростки. Если есть четкая регламентация, соответственно, четкая, здравая, взрослая позиция, как правило, все эти вопросы урегулируются. И эта комиссия, она создана по замыслу. Она, собственно, существует для того, чтобы все вот эти болезненные ситуации, они разрешались, разрешались заранее, потом уходили в нормирование, соответственно, вносились какие-то изменения в локальные нормативные акты. Если что-то у нас не работает, а что-то работает лучше, проводятся какие-то преобразования, в результате сама по себе корпоративная культура, не знаю, насколько вы воспримите этот термин в отношении образовательной организации, потому что он все-таки больше бизнесовый, но я придерживаюсь того мнения, то что образовательная организация ничем не меньше по глубине и сложности процессов, зачастую очень даже и посложнее, чем многие бизнесовые организации. и термин корпоративная культура, корпоративное единство, он вполне себе применим к организациям, осуществляющим образовательную деятельность. На мой взгляд, комиссия по регулированию, это очень эффективный способ, и если вашей организации это на данный момент не работает, либо работает как-то не так, то, возможно, именно ваш инцидент станет поводом для того, чтобы и этот орган, эту комиссию привести этот способ, вот, привести к тому, чтобы это было не эффектным, но эффективным инструментом. Здесь есть нюанс, то есть решение этой комиссии может не устроить кого-то из участников, вот, и так как решение комиссии утверждает руководитель, то дальше его уже обжаловать можно только в суде. Вот. По сути, если по решению комиссии мы выходим с тем, что кто-то из сторон не согласен с принятым решением, то получается, что комиссия не достигла своей цели, какое-то вот это противоречие, оно не снято. Мне близок медиативный подход. Некоторые из коллег рекомендуют как вариант приглашать медиатора, медиатора, но суть работы медиатора заключается в том, то есть, это один из зашитых принципов, что участвуют две стороны, каждая из сторон в равной степени оплачивает услуги медиатора. Ну, то есть, если мы говорим о платной медиации, то есть, для чего это работает? Для того, что если человек заплатил деньги, значит, он действительно заинтересован. Потому что суть медиации заключается именно в добровольности, в желании найти какое-то компромиссное решение, которое устроит обе стороны, которое, находясь в состоянии психологического вот этого подъема, взвинченности, ни одна из сторон не видит. Потому что очень много эмоциональных процессов работает в этот момент, и, ну, очень сложно разобраться. Именно вот третья сторона, которая не представляет интереса ни одной из сторон, которая не заинтересована в исходе, когда стороны в равной степени платят за услуги, соответственно, это и помогает каким-то образом выстроиться, настроиться на конструктивный лад. Вот. По результатам медиации принимается медиативное соглашение, которое является обязательным для сторон, но в силу их договоренности. Это важно. Естественно, если мы говорим об образовательной организации, вы не будете бегать, да, там, нанимать медиатора, и уж тем более, там, за свои деньги, использовать, там, бесплатного медиатора, не факты, неизвестно еще как, потому что, как правило, вся бесплатная медиация, это, ну, какие, не сиюминутные, скажем так, вот, принятие решения, то есть, нужно еще там записаться, побыть в очереди какое-то время, за это время можно очень даже далеко уйти. Вот. Поэтому, на мой взгляд, очень эффективно использовать медиативный подход в рамках конструкции комиссии по урегулированию споров. Потому что сам по себе подход, он достаточно сильный. Третий способ использовать иные, не запрещенные законодательством, вот, способы защиты своих прав. Первое, что приходит в голову, суд, да, то есть, если нам что-то не понравилось, и наше достоинство затронуто настолько, что, ну, прям, образно говоря, хочется крови. Хочется, прям, покарать виновников и проучить так, чтобы впредь было неповадно. Вот. То есть, в рамках гражданского судопроизводства очень даже эффективно, но все это достаточно проблемно. То есть, все, что касается судебных разбирательств, это, это не просто жалоба. То есть, мы пришли, пожаловались, и дальше вас кто-то защитит. нет. То есть, в суде применяется состязательный принцип, то есть, каждая из сторон доказывает свое, и, соответственно, эмоционально в это нужно будет вложиться не меньше, чем удерживать свое психологическое благополучие в состоянии травли. По моему опыту, когда человека очень сильно озлобляют, когда его очень сильно изнашивают психологически, потому что, как правило, в ситуации травли редко кто в начальной стадии начинает активно управлять этим конфликтом. Потому что иногда это не распознается, иногда не хочется выносить сорозы. Кстати, по исследованию высшей школы экономики, когда они задают вопрос педагогам, с кем вы делитесь? То есть, с кем вы об этом разговариваете? первые места прям лидирующие удерживают друзья, семья, коллеги. Мало кто идет к психологам, и уж еще более меньшее количество педагогических работников идет именно к администрации для того, чтобы помочь урегулировать эту ситуацию. Хотя, на мой взгляд, это самый эффективный способ не пугать, а паритетного решения добиться вплоть до применения дисциплинарных мер. И это вполне себе эффективно. В суде нет. То есть, в суде вы уже, соответственно, работаете сами. Либо нанимаете представителей, это дополнительные расходы. Если вы делаете это сами, это дополнительные нервы, и нервы не маленькие. Бывают такие случаи, когда ну, прям, вот, очень плохо. Вот, очень плохо. Ситуацию травли разделяют на методы психического насилия и физического насилия. На мой взгляд, то есть, ситуация физического насилия не должно быть по определению дольше двадцати четырех часов. То есть, при попытке, такой прям мощной попытке, очевидной, применить физическое насилие, нужно сразу же обращаться в правоохранительные органы и не пытаться зажмуриться на эту ситуацию и рассчитывать на то, что она пройдет сама. Это сильно приводит в сверхчувство и сильно помогает, если ситуация все же получит какое-то свое развитие. Ситуация психологического насилия. Здесь, конечно, более широкий репертуар. Вот, как защититься. В том числе, вы можете защищаться через сон. Бытует такое словосочетание оскорбления личности. То есть, вот, меня оскорбили, я привлеку за оскорбление личности. То есть, эффективно, наверное, да, но я не нашел какого-то такого прям потокового дела, да, не только о педагогах, а вообще, по оскорблению личности. То есть, доказывать сложно. Как правило, то есть, то, что для вас является оскорблением, для человека, который это произнес, может быть, вообще, фигура речи. Вот. И ситуация, где пренебрежительно скривленные губки, и ты что, шуток не понимаешь, да, то есть, она в ситуации травли, конечно, только усугубляет наше положение, потому что, ну, мы показали свою уязвимость, вот, мы начали активно шевелиться, двигаться, вот, поэтому, когда есть реальное оскорбление, когда вы понимаете, что нанесен урон вашему достоинству, вот, есть смысл. Если просто, чтобы поучить, ну, на мой взгляд, больше затратите сил. Вот. Ну, прокуратура, если мы рассматриваем такие гражданско-правовые вопросы, административные, прокуратура, это, пожалуй, единственный орган, который рассматривает анонимные сообщения. То есть, если группа лиц вам сильно досаждает, вот, то, в конце концов, можно анонимно обратиться в прокуратуру, они обязаны рассмотреть и предпринять какие-то меры. Вот. Но, насколько это будет эффективно, если вашу образовательную организацию по анонимному обращению в прокуратуру, придет прокуратура с целью проверки, насколько это, насколько прежним останется психологический климат вашей организации? Вопрос дискуссионный. Как мы рассмотрели, какими способами можно защищаться еще, помимо привлечения дисциплинарной ответственности, то есть, действовать через локальные нормативные акты. вот. Можно обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, и можно иным способом. Но всегда, да, как говорят восточные мастера, лучший бой это тот, которого удалось избежать. Всегда нужно взвешивать силы, возможности и степень. естественно, не стоит пропускать, потому что один раз, если человека не привлекли к ответственности, то понравится, и потом последствия будут развиваться и коснется, может быть, и не только вас. Вот. Тот же совет можно дать, как и даем детям, подросткам, да, то, что если вы стали свидетелем травли, своего коллеги, не стоит на это закрывать глаза. Не стоит проходить мимо, не стоит молчать. Вот. Я думаю, что зачастую, когда человек находится в ситуации травли, как сказал Оскар Бранифье, то, что есть культура, в которых педагог пользуется настолько повышенной социальной ответственностью, что это просто невозможно. И к таким культурам относятся Россия и Франция. И, естественно, человеку, то есть, помимо того, что ему психологически тяжело, ему сложно обратиться за помощью. Поэтому, если вы видите, что кто-то рядом из ваших коллег, притесняем, либо со стороны коллег, со стороны администрации, со стороны родителей, законных представителей, со стороны обучающихся. Эту ситуацию стоит активно включаться, и, как вы видите, есть способы, начиная с самых легких, которые такие очень гуманные, и заканчивая достаточно сложными и тяжелыми. В принципе, уровень ответственности в ситуации травли, он может доходить до уголовной. То есть, сейчас опять вернули в уголовный кодекс статью о клевете, и попасть под эту статью, ну, прям совсем не сложно. там, если не ошибаюсь, нет, но слайд это не выносил. Там очень внушительный штраф, ну, там можно заработать реальный срок. Что для этого нужно сделать? Сейчас я посмотрю. Вот. Ну, прям совсем немного, скажем так. клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица, или подрывающих его репутацию, наказывается штрафом в размере до 500 тысяч, или в размере заработной платы и нового дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательными работами на срок до 160 часов. Часть вторая. Клевета, содержащиеся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, в средствах массовой информации, либо совершенная публично с использованием информационных или коммуникационных сетей, включая сеть интернет, наказывается штрафом в размере до 1 миллиона рублей, или, и там много или. Вот. То есть подсняли смешного преподавателя, который на взгляд студента себя забавно, весело ведет, снабдили это какими-нибудь крамольными комментариями, запостили, все поржали, веселуха, здорово. Вот. преподаватель может очень сильно, очень сильно, да, такого шутника поставить на место. Вот. То есть, начиная от иска о защите чести, да, репутации, то есть это иски о дефамации, вот, и заканчивая привлечением уголовной ответственности в статье клевета. Поэтому, то есть, прям, ну, достаточно серьезный вопрос. В завершение, мне бы хотелось вам прочитать притчу, она мне очень нравится, и очень, ну, вот в этой ситуации, мне кажется, применима. Однажды к отцу пришла дочь, молодая женщина, и с грустью сказала, папа, я так устала от всего, у меня постоянные трудности на работе, в личной жизни, уже просто нет сил, вот как, как мне со всем этим справляться. Отец на нее посмотрел, и сказал, ну, сейчас я тебе покажу. Поставил на плиту три кастрюли с водой, принес морковь, яйцо, и кофе. Каждый из предметов опустил в отдельную кастрюлю, через несколько минут выключил плиту, и спрашивает, что с ними стало? Ну, как что, морковь и яйцо сварились, кофе растворился, ответила девушка. Правильно, отвечает отец. Но если мы посмотрим глубже, то окажется, что морковь, которая была твердой, после кипятка стала мягкой и податливой. Яйцо, которое раньше было хрупким и жидким, стало твердым. Внешне они остались такими же, но внутренне изменились под воздействием одинаковой враждебной среды, кипятка. То же происходит и с людьми. Сильные внешние люди могут расклеиться и стать слабаками там, где хрупкие и нежные лишь затвердеют и окрепно. «А как же кофе?» удивленно спросила дочь. «О, кофе – это самое интересное. Он полностью растворился в агрессивной среде и изменил ее. Он превратил кипяток в чудесный ароматный напиток. Есть люди, которые не могут изменить обстоятельства, но сами изменяют их и превращаются в нечто новое, извлекая для себя пользу и знание в трудной ситуации. Кем стать в трудной ситуации? Выбор каждого». На мой взгляд, следует все-таки пытаться удерживать свое психологическое благополучие и не сдаваться под обстоятельствами смотреть, а в случае, когда ситуация совсем сложная, всегда можно себя защитить. Презентация у вас останется. И если у вас возникнут какие-то вопросы, вы их можете оставить на страничке Академии под постом, где будет размещено видео. Спасибо, коллеги! Есть ли у вас какие-нибудь вопросы, с которыми мы могли бы сейчас в режиме прямого эфира поработать. Во вкладке «Вопросы» нет. В чате тоже нет. Обычно вопросов нет, когда все либо слишком понятно, либо слишком непонятно. ну что ж, тогда на этом мы можем заканчивать. Есть ли опыт разрешения подобного рода конфликтов, спрашивает Елена. Есть, но это частная инициатива. Вот. И использовался именно медиативный подход. если да, то как они чаще всего разрешались? Ну, разрешается позитивно. По моему опыту. Естественно, это не богатый опыт. то есть его нельзя сказать, что он исчисляется десятками таких ситуаций. Этих ситуаций было всего лишь несколько. Вот. Но именно ситуация, где я участвовал. Вот. Как правило, удается найти общий язык, потому что есть несколько оснований, по которым ситуация травли начинает разворачиваться. То есть, если мы говорим о травле со стороны учащихся, то это либо какие-то их возрастные особенности, которые связаны с кубертатным периодом, с культурой. И у них есть свои основания для того, чтобы любого слабого начинать использовать под эти основания. Вот. С несовершеннолетними сильно приводят чувства работать с родителями. Родителей, потому что вот сейчас поколение родителей поменялось, к сожалению, сейчас не вспомню кто, но какая-то очень важная женщина, очень большие о ней такие положительные отзывы были. Я так понял, что она преподавала в институтах развития образования педагогам где-то в 90-х годах. Сейчас она в Соединенных Статах живет. Вот. Юлия Турченинова, по-моему, если не ошибаюсь, возможно, неправильно называю фамилию. вот, и она как-то упоминала о том, что если раньше у учителя в классе было несколько процентов родителей с высшим образованием, вот, десятки процентов людей со средним профессиональным образованием, а у остальных было сложнее, то сейчас там на одного преподавателя, там, девушку, выпускницу педагогического института, приходится там до 90 процентов родителей с высшим образованием, которые, естественно, они хотят реализовать. Вот. Поэтому очень сильно приводит чувство родителей, которые прям так, ну, активно прям так вот считают, что школа все должна, вот, все обязана, и ничего, то есть, ни на что не имеет права, вот, что, собственно говоря, бесит педагогическое сообщество, мне кажется, только наоборот, дестабилизирует всю эту ситуацию. Вот. Очень сильно приводят чувства, когда указывают на то, какие у них есть обязанности, какие возможны степени разворачивания этого конфликта. эти последствия, они тоже достаточно непростые, потому что, например, там, для учащегося старше 15 лет дисциплинарное взыскание в виде отчисления, это прям прописано. То есть, вот прям легко. При этом, никто не снимает ответственность с родителей, потому что, в соответствии с законом об образовании, в соответствии с семейным кодексом, родители имеют приоритет перед всеми остальными в обучении своих детей. И, когда родители понимают о том, что сейчас, на данный момент, вопрос стоит таким образом, либо мы договариваемся и приводим ситуацию в нормальное положение вещей, в котором всем будет комфортно. Потому что, если внимательно почитать закон, в законе прописано про то, что учащийся, обучающийся обязан соблюдать дисциплину, обязан выполнять все то, что от него требуется. Ну, естественно, в законных рамках. Не имеет права мешать другим осваивать программу. И когда в перспективе светится то, что будет отчисление, школа обязана известить местный орган управления образованием, комиссию по делам несовершеннолетних. И вы, уважаемые родители, займетесь этим теперь сами. Вот. Это прям так влияет несколько отрезвляюще. потому, что одно дело прочитать в интернете, и совсем другое дело, в интернете очень много знатоков, которые пишут о том, как в школе можно доставить много-много-много неприятностей. Вот. когда идут прямые указания на закон, соответственно, людей это приводит чувство. Были случаи, когда была горизонтальная травля, то есть, преподаватели института именно не принимали в педагогическом коллективе, он подвергался насмешкам со стороны коллег. Вот. Вот. возможно, они его считали чудаком. Вот. Очень сильно помогло. Вот. Но, скажу честно, что первоначально с человеком работал психолог. Вот. То есть, первоначально было это, стабилизировали, потому что, несмотря на то, что внешне человек не подавал вид, что его это трогает, внутренне очень страдал, очень переживал. И, на предложение обратиться к администрации, то есть, реагировал, стратегия избегания, прямо вот, уходил от этого. И, вначале, психолог, конечно, приводил коллегу в чувства. Вот. Потом обращение в администрацию, оно очень сильно помогло. Вот. Был случай в одном учреждении высшего образования, вот, которое славится привлечением разных специалистов по договорам ГПХ. Вот. Когда приглашенный преподаватель просто встал в позу и нескольких студентов, которые являются участниками программы «Наследник» Столкова, то есть, теоретически должны унаследовать скоро большие состояния. Вот. В связи с этим, почему-то подумали, что могут и в институте так себя вести. Вот. были поставлены именно как раз вот посредством вот возможности привлечения дисциплинарной ответственности, и там преподаватель вообще просто не затруднялся. Вот. То есть, первое напряжение, вот, сразу же стоп-лекция. Вот. Сразу же обращение. То есть, он, конечно, устал там писать эти докладные. Вот. Но в результате ситуация урегулировалась там буквально на третьей, четвертой лекции. Ребята стали гораздо спокойнее. Вот. И, ну, у него были опасения, что его больше не пригласят. Вот. Нет. Его после этого приглашали. Также он продолжил сотрудничать с этим вузом. Совсем по другим основаниям расстались. В пользу преподавателя или нет? Мне кажется, что в общую пользу. Здесь нет. Не может, наверное, быть такой ситуации, когда либо в пользу одного, либо в пользу другого, потому что это будет большой убыток. Просто ситуация приводится в состояние равновесия. Вот. И, на мой взгляд, когда я читал в интернете такие ситуации, когда какой-то преподаватель начинает подвергаться гонениям со стороны там, интернет, сообщества, за то, что там, опубликовал какое-то не то фото, не в том магазине увидели или что-то такое. Вот. То есть, меня очень большую досаду вызывает администрация. На мой взгляд, именно администрация имеет для этого все регулятивные способности, имеет все компетенции для того, чтобы все эти ситуации урегулировать и, возвращаясь к корпоративной культуре, своих сдавать так просто нельзя. Потому что грамотные и качественные преподаватели это опора этой администрации. Не будет преподавателей, собственно, кого будете администрировать. Вот. И становится обидно, что, ну, почему-то управленцы не всегда обращают на это должное внимание. Жизнь намного сложнее, говорит Дмитрий, чем то, что предусматривает инструкция. Золотого правила для разрешения конфликтов никто не отыскал. Согласен. Невозможно не согласиться. Нет ли опасности, что поспешное вынесение конфликтов в официальную плоскость станет тем фактором, который сделает работу в коллективе невыносимой. Опасность есть всегда. Вот. Но каждый смолчавший перед тем, как с этим столкнулся я, он усугубил ситуацию в этой образовательной организации. А каждый не смолчавший, каждый, кто поднял эту ситуацию наверх. То есть, понятно, что мы хотим быть преподавателями, мы не хотим быть склочниками или профессиональными ходоками по судам. Правильно? Вот. Мы хотим делать свою работу, получать свои деньги за это. Вот. И если уж у нас это получается, то почет и уважение. Вот. И в первую очередь, на мой взгляд, куда целесообразно обращаться, это именно администрация. Вот. Именно руководители. То есть, таким образом, мы не выносим конфликт наружу. Вот. Мы его решаем здесь. Решаем во благо своей организации. Я думаю, что нету таких коллег, которые скажут, ну вот, напрасно ты. косвенно я сталкивался с ситуацией, когда мальчик, вот, это был школьник средней школы, вел себя вообще неадекватно, вот ни разу. Ни одного учителя не было, который мог бы сказать, что это ребенок, с которым можно договориться. Вот. Но почему-то его путь прервала молодая учительница, которая пришла в школу. Вот. Когда она пришла и сказала коллегам, как так-то, вот этот вот мальчик, я прям не знаю, что с ним делать. Сказали, да, это особенный мальчик, но его трогать нельзя. Она говорит, ну, как нельзя, его надо потрогать, с ним что-то не так. Вот. То есть, такое вот поведение, прям совсем нехорошее. Вы видели его фамилию? Спросили ее. Она говорит, ты что? Ну, а теперь посмотрите список работников администрации нашего города. Нельзя его трогать. Этого мальчика. То есть, мальчик год там вообще вел себя абсолютно безобразно. Вот. И девушка прямо там растерялась. Молодой специалист, более опытные коллеги сказали, трогать нельзя, не надо, невозможно. Вот. Когда она поняла, что вопрос, собственно говоря, стоит только в том, что у мальчика папа, вот, кто-то из городской администрации, она записалась на прием к этому папе. Вот. Сказал, здравствуйте, я вашего сына веду вот такой вот предмет. Вот. А у нас есть вот такие вот проблемы. Давайте с вами поговорим об этом. Вот. Вот. Он сказал, обязательно об этом поговорим. Вот. Они поговорили, и у всей школы почему-то перестали быть проблемы. То есть, год, мальчика никто не трогал, потом вдруг потрогали, и оказалось, что папа был даже не в курсе всех этих бед. Вот. поэтому активно и хорошо работать, да, к сожалению, вот, ну, все общество, вот оно поменялось. Ничего не поделаешь, оно поменялось. Стала другая родительская общественность. Вот. Стали другие обучающиеся, да и преподаватели, наверное, тоже стали другим. Но я считаю, что вопросы поднимать надо, просто решать конструктивно. Елена пишет. Какие преподаватели, по вашему мнению, как правило, подвергаются травле, и почему? Разное. Разное. Вот. У человека может быть смешная фамилия, которая что-то дозначит на языке обучающихся. Вот. Я сталкивался с случаем, ну, правда, не в педагогической среде, вот, бизнесовой, когда перестановка ударения фамилия прям абсолютно, вот, меняла смысл этой фамилии, вот, ну, вызывала улыбку у немалого количества ее коллег, за что ее там периодически пытались подтрунивать над ней. Вот. Ну, как бы, тут уж кто как. Вот. Ну, как правило, какие-то свои особенности. Вот. То есть, желающие, назовем это, извините за мой французский, потроллить, да, человека. То есть, подоставать, особенно, когда толпой из-за чьей спины, да, и там, распушить ответственность на всех. вот, оно, у человека возникает, либо не возникает. Если оно возникает, то повод, поверьте, дадут, точнее, найдут, вот, какое угодно. Вот. Поэтому, наверное, эффективно смотреть на то, что я могу противопоставить. Повторюсь, на мой взгляд, самое важное, это психологическая устойчивость. И понятно, что работа педагогического работника, это крайне, вообще, крайне интенсивная, и изматывающая, и изнуряющая. И, там, на других площадках я спорю, почему не ввести, потому что, на мой взгляд, это будет достаточно эффективно, именно позицию психолога, вот, образовательное учреждение, особенно, то есть, основного образования, ну, то есть, школу, имею в виду, вообще, образовательная. Психологическая разгрузка для педагога, мне кажется, это, ну, это гигиеническая мера, еще обязательно надо применять. И, именно поэтому коллеги выгорают, вылетают, вот, стрека. И, потом, министр почему-то говорит, что, у нас дефицит. Ну, конечно, у нас дефицит. Дмитрий пишет, никто не станет возражать, что в образовательной среде должен быть порядок, но педагогическая среда сама по себе конфликтогенна. Соглашусь. У человека, который в ней оказался, изначально должна быть высокая мера стрессоустойчивость. Ну, это здорово, когда так. И добрый запас, хорошего оптимизма. Некой неуязвимости, позитивного потенциала, иначе возникает опасность выгорания. Да, Дмитрий? Вот, прям, совсем согласен. Вот, поэтому, чувство юмора, оптимизм. Вот. Вот. И я думаю, что все будет хорошо. А в сложных ситуациях, которых не так много, вот, как кажется, то есть здесь срабатывает эффектах и камеры, мы читаем что-то, читаем потом отклики под этим, и такое, господи, опять вот это вот, в интернете кто-то не прав, вот во все это лезть, и получается, те, кто пишут негатив, их пишут много, те, кто пишут позитив, их мало, потому что они уже устали, вот, и складывается ощущение, что, ну, прям, все запущено, на самом деле нет, не запущено, вот, и, мне, например, очень нравится фраза, когда, там, на пренебрежительно сложенной губке, с подтекстом, там, гусь свинья не товарищ, вот, отвечают о том, что, вы знаете, я такой гусь, что любой свинье товарищ, вот, и, ну, мне кажется, что, здоровая доля юмора, она, сильно помогает, избегать многих, свечей. Елена спрашивает, какую стратегию, лучше выбрать преподавателю, если травит само руководство? Если травит само руководство, это называется боссинг, уже, да, вот, и, в этой ситуации, я думаю, что эффективно, вот, работать в психологической плоскости, вот, потому что, если вы вступите в юридическую конфронтацию, вот, со своим, руководством, вот, это, может, ну, то есть, выиграть бой, но проиграть войну, понимаете, о чем я, то есть, вы сможете что-то отстоять, вот, но сможете ли вы дальше там работать, да, то есть, нужно либо человеку помогать, сильно попереместиться куда-то, вот, по карьерной лестнице, чтобы он перестал быть вашим руководителем, вот, либо, соответственно, уже просматривать, то есть, если на это силы есть, в принципе, поставить какое-то, вот, ну, то есть, грубое какое-то нарушение, вот, поставить, в какие-то приемлемые рамки, вот, можно, но когда идет тонко, то тут, наверное, не только психологически можно выиграть, одержать бой, но это возможно, то есть, это возможно, возможно, вам поможет, там, сейчас вспомню, как это называется, не могу вспомнить, как это называется, но, вообще, сам феномен, то есть, это управленческая борьба, вот, там выстраивание именно дискуссии, на переговорных техниках, и достаточно жестко, вот, вообще, в жизни очень полезно. с руководством лучше, вот, общаться именно так, отстаивая позицию, то есть, и мягко, переводя, вот, к сожалению, часто такое, ну, не часто, слава Богу, не часто, но, такое встречается, вот, когда, именно руководитель является, ну, каким-то невольным инициатором, вот, конечно, это надо протекать, потому что, в первую очередь, каждый из нас человек, только потом, вот, уже несет свою профессиональную роль. Большое спасибо вам, коллеги. Вот, если у вас возникнут еще какие-то вопросы, по ссылке в презентации переходите, я буду наблюдать, я подписан там на все комментарии. Всего доброго. Всего доброго.